добрый день дорогие мои друзья сегодня наша задача я хочу показать вам как сразу на ткани выкроить вот такую вот юбку юбка немножко расклешенная к низу а-образного силуэта сзади у нее будет шовчик но и застежка где вы хотите можно в среднем шея спинки можно сбоку это не иметь значение сложность этого кроя заключается в следующем у нас часто бывает такая ситуация когда ткани маловато то есть ширина ткани обычная 140 его положила на стол да а длина ткани всего 130 а длина юбки у нас 72 сантиметра 75 сантиметров может быть да потому что нам надо сантиметра три припуски на шов сделать то есть мы будем откладывать 75 допустим сантиметров до бедра 56 сантиметров мы конечно входим в эту длину но какое раскрешение и ткань не имеет ворса или блеска или направленного какого-то рисунка то есть потому что мы кроить будем вальтом и будем кроить эту юбочку сразу на ткани прибавки нулевые по талии по бедрам будет ноль значит длина ткани 130 и две длины у нас конечно никак не проходит а юбочку такую сделать надо часто бывает так на платьях на летних платье отрезное по линии талии часто бывает на каких-то какие-то юбочки конкретно мы шьем но тем не менее задача нам ясна значит я приготовила с вам нам с вами кусок ткани ширина у него 67 сантиметров но неважно будем считать пусть 70 до подготовила вот эту линию провела она у меня строго параллельно кромки стола и вот эту линию провела она у меня строго параллельно кромки стола то есть я выровняла свою ткань поутку и между ними у меня ну не 130 сантиметров конечно за счет того что я выровняла у меня осталось вот здесь сейчас посмотрим сколько у меня стало 127 сантиметров но это неважно я хочу вам показать принцип как строить вот такую достаточно широкую юбку и так первое что мы делаем смотрите длина изделия смотрим на длину изделия передо мной кромка передо мной всегда вот здесь кромка поэтому я хочу здесь сделать заднюю половинку юбки от себя начинаю работать справа налево сверху вниз от линии низа спинки я вдоль кромочки вот сюда откладываю длину юбки чтобы меньше было действий длина юбки у меня 72 я добавлю добавлю 3 сантиметра при пуске на швы и у меня получится получится уровень линии талии сразу отмечаю уровень линии бедер ну допустим у меня высокий человек у меня будет 20 еще раз 75 я отложила сразу с припусками 20 италия я сейчас уберу эту картинку чтобы она не загромождала наш рисунок и так рисуем линию бедер и рисуем линию талии это для спинки теперь от кромочки средний шов выбираю смотрите я немножечко делаю раскрешение так как я хочу сделать юбочку с раскрешение то есть я вот так подкладу вот так вот кладу свою линеечку видите просто произвольно нарисовала немножечко с отведением средний шов спинки и сразу параллельно рисую припуск на обработку вот так нарисовала припуск на обработку вы знаете что я рисую всегда таким образом затем я откладываю по бедрам половинку бедер 56 разделить пополам получится 28 28 и по вашему желанию вы можете здесь добавить на свободу облегания вот я например не хочу 28 хочу поставила здесь меточку так теперь я от линии низа теперь я перехожу по строению спи полочки вот у меня линия низа полочки я откладываю тоже 75 сантиметров здесь у меня получится линия талии полочки а вот здесь линия бедер полочки передней половинки рисуем линию талии передней половинки рисуем линию талии задней половинки и на задней половинке виднее виднее линию бедер передней половинки извиняюсь мы тоже откладываем 28 56 пополам 28 и вот смотрите сейчас я выбираю уровень расклешения я хочу расширить могу расширить допустим вот так это очень спокойно если я положу линеечку вот так то у меня пока будут провисать потому что будет очень большая косина поэтому вот так у меня будет очень ну прямая юбка не хочу я прямую юбку да я хочу с небольшим вот таким вот образную вот такую юбочку с небольшим воскрешением они смотрятся очень достойно поэтому я рисую линию вот так и конечно же я сразу добавляю припуск на обработку на обработку данного участка вот так нарисовали а теперь внимание смотрите параллельно этой линии я рисую боковой шов передней половинки вот так рисую могу его немножечко еще добавить потому что сзади у меня было пошире а могу и так оставить нарисовала передний шовчик и нарисовала вот так вот задней а теперь внимание посмотрите я буду прежде чем приходить к оформлению талии там и там к выходу на наши мерочки я хочу вам показать следующий момент если ваши бедра больше чем 56 вы тоже можете воспользоваться этим способом посмотрите сколько у нас сантиметров осталось между этими двумя линиями пять с половинкой а ведь вот эти линии припуски они могли здесь встретиться вот так вот да они могли встретиться значит двадцать восемь вернее пять сантиметров это значит мы к пятидесяти шести можем прибавить пять сантиметров у нас получится 61 но пусть у нас получится 60 то есть если ваши бедра будут 60 вы тоже спокойно можете воспользоваться вот таким приемом когда вы будете вот так делать а если ваши бедра меньше чем 60 вы можете вот эту юбочку положить поднять как бы вот эту вот часть поднять повыше вот сюда до нарисовать вот эту линию и получить то что вы хотите гораздо меньшими с меньшим расходом то есть это крой будет вольтом но это будет еще один прием который я вам покажу а пока мы смотрим вот сюда что делать нам дальше оформив вот такие выйдя на линию по линии бедер на нужную намерку нам надо конечно проверить линию талии что здесь у нас получилось 24 на полочке и 40 и вместе 25 наоборот на спинке и где-то вот на 49 я вышла 48 можно 49 я вышла до теперь посмотрите как я кладу линеечку я должна немножечко боковой шов закруглить как мы это обычно делаем и добавляем вот сюда припуск то же самое делаем здесь по чуть-чуть интуитивно я не знаю сколько тут один сантиметр пол сантиметра у вас будет получаться вот так потом смотрите середину задней половинки находим вот она серединка тут обычно вытачка живет да и от нее прямой уголочек вот так вот наверх сделали чтобы между боковым швом и линии талии вот здесь получался прямой угол то же самое сделаем на спинке найдем серединку и восстановим вот такой перпендикуляр и вот сейчас уже я могу посмотреть что у меня получилось линии талии раны я тогда и посчитала вот так вот так и вот так и получилось 46 половинкой сантиметров ну пусть 46 пол сантиметра пойдет на посадку а нам надо 42 значит 4 сантиметра еще не хватает и очень часто я эти четыре сантиметра загладываю заднюю вот в эту вытачку вот на спинке рисуем вытачку 4 сантиметра а можно сделать на спинке 3 и сантиметровую вытачку допустим сделать вот здесь вот впереди это по вашему желанию как вам захочется вот собственно говоря и все и построение нашей юбки готова вы можете сказать что нужно еще боковые швы корректировать да если быть до конца за скрупулезными точными так сказать да смотрите передний у нас длина передней половинки 75 мы подняли по боку где 75 вот здесь 75 находим серединку и вот сюда тоже оформляем с прогибом линию низа то есть мы уравниваем уравниваем боковые швы и немножечко вот так вот их поднимаем но это все с этой задачей очень легко справляется у нас так называемая осноровка которую мы всегда делаем когда мы шьем свои вещи вот собственно и все что я хотела вам показать